По итогам сегодняшнего дня, 19 октября, наиболее ожесточенные бои сегодня велись на Южном фронте. Как и ожидалось дальнейшее продвижение азербайджанской армии проходит в северном и северо-западном направлении, а также вдоль границы с Ираном. Попытки армянских формирований предпринять контратаки и выбить азербайджанские подразделения из уже занятых районов, на протяжении дня не увенчались успехом. В свою очередь Армения продолжила атаки по гражданским и инфраструктурным объектам на территории Азербайджана. За сегодня была предпринята безуспешная попытка повредить нефтепровод Баку-Новороссийск, а также подвергся удару хлопковый завод со складами в Тертере. Таким образом, Адольф Пашинян с помощью своих подчиненных сохранил свою приверженность атаки мирного гражданского населения Азербайджана, при полной беспомощности остановить азербайджанскую армию на поле боя. А на политическом фронте несколько фаталистично прозвучало заявление главы МИД России Лаврова, встреча представителей Азербайджана и Армении в Москве не оправдала наших ожиданий. Боевые действия в Карабахе продолжаются, и это недопустимо. В настоящее время мы работаем над механизмом контроля за прекращением огня. Фактически, это было признание беспомощности Кремля в решении вопроса прекращения огня и серьезный репутационный удар. Также стало известно, что Азербайджан обратится в Европейский суд по правам человека по поводу обстрелов армии Армении азербайджанского мирного населения. На фоне этого Пашинян довольно неожиданно заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым, хотя, на мой взгляд, это заявление следует расценивать скорее как проявление популизма. Также очевиден нарастающий политический кризис внутри самой Армении. В то время как на улице Еревана, в самый пик второй волны пандемии коронавируса, выходят тысячи армян с требованием признать независимость так называемой НКР, Пашинян проводит встречи с непарламентскими политическими силами, для обсуждения путей выхода из ситуации в Карабахе, а Арай Карутюнян встречается с представителями партии Дашнакцутюн для обсуждения аналогичного вопроса. А на информационном фронте произошло резкое изменение акцентов кремлевской пропаганды. Москва пытается масштабно интегрировать в азербайджанское информационное пространство целый десант так называемых говорящих голов, представляющих собой не менее большую опасность в информационной войне, нежели на поле боя. В состав этого десанта входят известные политические и медийные личности, такие как политолог Сергей Марков, историк Кавказа Вет, Олег Кузнецов, пропагандист Максим Шевченко, так называемый эксперт Игорь Короченко, депутат от КПРФ Леонид Калашников, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев и так называемый эксперт Михаил Ходоренко. Подобная инфильтрация друзей представляет собой классическую российскую информационно-психологическую операцию, и это может серьезно нарушить имеющийся информационный баланс в нынешних условиях и крайне негативно сказаться на положительный фактор завершения нынешней военной операции в Нагорном Карабахе. Постскриптум. Почитывая разного рода источники, сегодня наткнулся на запись одного из российских пропагандистов, которого нешуточно рвут сообщения президента Азербайджана Ильхама Алиева о новых освобожденных территориях. И бог с ним, что части этих поселков и деревень — просто точки на карте. Там нет ничего, выжженное поле, возмущается путинский пропагандист, возмущается и умалчивает самое главное, а благодаря кому эти населенные пункты, поселки и деревни превратились просто в точки на карте. Конечно же благодаря захватчикам и оккупантам. Первая Карабахская война закончилась почти три десятилетия назад и за это время, Нагорный Карабах, как был, так и остается выжженным полем. Экономика региона на дне, инфраструктура, каменный век, никакой перспективы, никакого будущего. У них было 27 лет для того, чтобы отобрав Карабах у азербайджанцев превратить его в край молочных рек и кисельных берегов. И сейчас они пишут про просто точки на карте, даже не задумываясь, что забрасывают камень в свой же огород. Ведь именно по вашей вине это всего лишь как вы говорите, точки на карте.